Привет всем! Сегодня не о 142-й годовщине рождения Сталина сегодня, не о пресс-конференции с участием ставленника реакции, которая состоялась 17 декабря 2020 года, не о результатах двух пятилетках, не о развале промышленности, сельхозпредприятий и так далее. Сегодня о том, что 23 декабря должны состояться слушания в Горсовете города Кемерово и сегодня 18 декабря в 17.30 должна была состояться комиссия. И на этой комиссии вопрос один, а кто достойный принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут 23 декабря. О результатах комиссии мы не знаем, но мы знаем то, что уже хотят нас привлечь к административной ответственности. Слуги реакции сегодня в здании администрации требовали от нас, чтобы мы переставились и в дальнейшем, чтобы мы получили повестки для того, чтобы в отношении нас составили протоколы об административном правонарушении. Но, как вы видите, мы пришли сегодня реализовать наше право на участие в местном самоуправлении. На 18.00 они говорили, что будут вызывать комиссию. Мы написали заявление, что хотим поприсутствовать при этой комиссии. Но вместо того, чтобы нас припроводить в комиссию по слушаниям, нам местные, так скажем, представители режима, это никакая не власть, свой язык не поворачивается, организовали комиссию на дверях, состоящую из пяти сотрудников МВД, целью задачи которых является просто провокация. Это провокация, то, что здесь происходит сейчас. Вот это 26.1, которую они вменяют статью, производство по кодексу можно производить без участия лица вообще. Повестку отправили, повестку не получил, с почты вернулась бумага, что он повестку не получил, материал можно направлять в суд. Вообще не нужно участие лица без него. Вот так. Половина тела так рассматривают. А здесь нет, они лезут, понимаете, со всеми этими разговорами. Это провокация дешевая причем. Со стороны, ну, Синчурова, это председатель городского совета народным депутатам, главы города, возможно, губернатора. Вы, вот джентльмены, за такие дела, я у меня лично, у меня вы дешевки. Все. По поводу сегодняшнего дня, по поводу участия в комиссии, чтобы потом участвовать в публичных слушах. Еще раз подтверждается то, что мы живем в оккупированном полицейском государстве путинизма. Я не хочу жить при путинизме. И не желаю это делать. И я хочу освободить эту страну от произвола и беспредела чиновников, которым я пришел на публичное слушание по закону, а меня встречают полицаи. Это полицейское государство с фашистским каким-то режимом. Мне не дают пройти нигде. До свидания. Сообщаю вам о своем намерении принять участие в проведении публичных слушаний в проекте решения Кемеровского городского совета народного депутата. Бюджета города Кемерово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годовства. 23.12.2020 года в 12.00 по адресу город Кемерово, проспект Советский, номер 54. Желаю выступить при проведении публичных слушаний в проекте решения Кемеровского городского совета народного депутата по бюджете города Кемерово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 23.12.2020 года в 12.00 по адресу город Кемерово, проспект Советский, номер 54. Намерен присутствовать при заседании комиссии по вопросам организации проведения публичных слушаний в проекте решения Кемеровского городского совета народного депутата по бюджету города Кемерово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 18.12.2020 года в 17.30 по адресу город Кемерово, Советский, номер 54. 17.30 через 20 минут. И разъясните, как я могу поприсутствовать сегодня у нас на заседании комиссии. У нас члены комиссии определили решение бурса. Нет, это мы услышали. Да это понятно, я присутствую. Члены комиссии пусть обсуждают, а мы хотим присутствовать на заседании комиссии. Мы ничего не собираемся там делать, мы хотим присутствовать и посмотреть, что будет комиссия решать. Все, это наше право как граждан. Мы пришли специально на комиссию, заявление я вам писал несколько дней назад. Вы приняли решение по моему заявлению? Я сейчас работаю по приему заявлению до 18. В каком кабинете выдайте нам пропуск? Мы пройдем, будем присутствовать. Пропуска я вам не уважаю. Проводите тогда нас. Провожайте тогда нас. Вы нас не допускаете на комиссию? Нет, мы очень не допускаем. Идите спросите у председателя комиссии, спросите граждан в количестве трех человек. Что председатель комиссии сказал? Это наше заявление. Кто нас председатель комиссии разлучится? Волков и Волков. Волков и Волков. Волков и Волков, позвоните, пожалуйста, скажите. Одну минутку. Вопрос вот такой. Мы вот пришли втроем, живаем по присутствию. При заседании комиссии. Что? Это наше право. Я сказала, что я передам. Нам не надо передавать что-то. Мы пришли втроем. Вы нас проводите где комиссию? Да, проводите. Комиссии еще нет. Сейчас я еще понимаю. До 17.30. Комиссия будет в 18.00. Когда я приму все заявления. Мы сформировали папки для членов комиссии. Мы в 17.30 сказали в прошлый раз. Вы наше это заявление не выкинули? Я принимаю заявление до 17.30. Ваши слова. Окончание приема заявлений можно считать временем начало комиссии. Это ваше слово. Мы нужно сформировать папки для начала заседания комиссии в 18.00. Как мы туда попадем? Никогда просто. А кому? Мы заявление написали. Вы нам ответ не дали официально, хотя сказали дадите официально ответ. Нам не нужны ответы. Мы пришли безусловно. Заявительный порядок. Что дадим? Мы пришли на колесию. Путем заявления мы проявили свое волеизъявление в письменной форме. Мы сегодня желаем присутствовать. Вы нас не допускаете? Вы нас не допускаете получается? Нет. А у кого есть такие полномочий? У вас нет полномочий не допускать. У вас есть ОТВ. Здесь есть следы, у нас есть следы. Кто-то делает? Дело в одно, что делал. По поводу того, что уже 14-го числа, по адресу Советский 54 помещения в городской населедации находились без внимания. статьи ареста вы смазываете по почте отправляйте вовсе у нас а я думаю не стану вовсе у участка не хочу я не желаю в этом участке отправляйте по почте я сейчас протокол составляю вы отказываетесь от чего от подписи ходатайста будете писать мне повестку высуете я подойду протокол составляет я заявляю вам в ходатайство я желаю вас под руку суды незащитники желаю подойти с защитниками ходатайство право наиву уведомляйте пожалуйста по почте вам понятно выписывайте повестку все фигуранты вы знаете кое-что пропустили а именно статью 5 и рано закон номер 3 о полиции будьте добры вы ко мне обратитесь конечно у вас протокол Семенов Иван Владимирович старший старший лейтенант а у него капитанские погоны понимаете что это очень интересный а кто может быть еще у него удостоверение уже не действительное или нарушает форму а пришел задержку действительно там дата окончание а почему тогда капитанские погоны отделили какое вам основание у вас удостоверение старший лейтенант и вы капитан 429 9 понято 1 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 20 15 20 20 20 21 21 Ну по почте мы проще отправили и все, пойдем Зачем сейчас? Сразу повезут, отдадим и все Вы знаете, что у вас будет привлечено к уголовной ответственности? Хорошо Вы знаете об этом? Хорошо Да не, не хорошо, просто знаете или не знаете? Хорошо Ясно Я не знаю В общем, очень реально С какой целью С какой целью Я не знаю, что поступило сообщение о том, что гражданин по фамилии и фамилии Покажите, что у вас там написано, фамилия как там оказывается Давайте я прочитаю Вы покажите мне Давайте я прочитаю Хорошо Вот он еще один выясняет Кто это такой? Вы кто? А персональные данные, он переживает за свои персональные данные Вы требуете у меня назвать мои персональные данные в условиях неизвестного человека, который меня записывает на камеру Так как вообще? Вы знаете, что это или как? Может быть, декорно сказать? Почему вообще возникла такая ситуация? Я не с вами беседу Сейчас до вас, я иду Мы очень интересный ответ, хорошо? Мы очень интересный ответ Вопрос вам, кто нужен? Мне интересно, для того, чтобы установить того человека, который мне нужен, в отношении которого поступило сообщение Мне нужно установить вашу фамилию, вашу, вашу Вы скажите фамилию человека, который вам нужен В смысле, мы сейчас во что будем Угадай фамилию, вы представьтесь, пожалуйста Почему я вам тоже сообщаю сведения о моей личности? Я вам сообщаю, что записываем материал по СП 244.23 О том, что здесь 3-3 граждан нарушают У вас фотографии есть в материале? Да, имеются Покажите Вот сейчас в материале, конечно же Сейчас в материале Есть заявление в материале Есть заявление, мы разбираемся Разбирайтесь Разбирайтесь Почему я вам должен сообщать какие-то сведения и мои личности? По тому, как поступило сообщение По совершенному административному правонарушению Имеются конкретные данные правонарушителя Для того, чтобы исключить или подтвердить то, что это вы Мне необходимо установить ваши анкетные данные Посторонние люди Имеются конкретные данные правонарушителя Данный бюро маршенщик. Вы свою фамилию назовите? Ну, я как бы не должен... Оказываетесь представляться? Оказываетесь представиться? Я не обязан этого делать. Вы же, я вам еще раз говорю, поступило сообщение о совершенном административном праве нарушения. А какое-то мне это отношение имеет? Вот если вы сейчас представитесь и здесь сообщение, вы не фигурируете... Вы сообщите сначала, что вам от меня нужно. Я не понял до сих пор. Что вам от меня нужно при третий раз... Нет, нужно от вас. Фамилия, имя, отчество. Вы меня заставляете. Фамилия, имя, отчество. На каком основании? На основании я вам уже предъявил. А вы кто? Я представился. Не, ну подождите минуту. На каком основании я должен вам раскрывать сведения о своей личности? У меня есть права с этим 23-м. Я у тебя нахожусь, чем занимаюсь? Это мое личное дело. Я с вами полностью согласен. Расскрывать сведения о своей личности. Я полностью с вами согласен. Но так как поступило сообщение о том, что здесь было совершено право на решение из гражданских лиц... Какого числа? Всего числа? Какого? Какого? 16-го года. 16-го года. 16-го года. И какое право на решение что-то произошло? Подождите, вы представьтесь. Если вы отказываетесь не разъяснить причины оставания на решение моего права на 23-м, в таком случае я вам не должен ничего сообщать. Подождите. Все просто. Я говорю, чтобы с вами продолжать диалог по конкретному сообщению, мне нужно знать с вами или мне его продолжать. Понимаете? Если вы не знаете, зачем вы вообще... Так как я могу узнать, я к вам подошел... Представьтесь, пожалуйста. В третий раз повторяю, вот стараюсь понижать голос. Вы отказываетесь. Если вы не знаете, кому вы подошли и зачем, что вам от меня нужно? Подождите. А как происходит процесс установления личности? Как? Так вот оно так и происходит. Вам не известно, как происходит личности. Представьте. По фотографии. Вы отказываетесь? Установление личности по фотографии. Вы отказываетесь? Вы отказываетесь? Почему я вам должен был? Все. Отказываетесь. Представьте. Значит, отказываетесь? Вы меня извините? Какие основания? Какие основания? Какие основания? Такого нету правонарушения. Вы мои действия все обжалуются. Пржалуются? Я от вас ничего, вообще, сверхъестественного не прошу. Вы ничего не объясните. Вы предусмотрены, пожалуйста, какое правонарушение совершено. Так и ничего не говорите. И кем оно совершено. Под цитомным человеком. Так можно к любому подойти, сказать, покажи мне свои документы, кто-то какой, просто так, вот возьми мне и покажи. Правонарушение предусмотрено статьей 20.6. Это что такое? Нарушение санитарных и эпидемиологических норм. И что он нарушил? Кто он? Как вам сейчас конкретно? Представьтесь, пожалуйста, и разойдемся, если вы. Вы представьтесь. Вы представьтесь. Отдых от административных правонарушений предусматривает вопрос, но без участия лица. Подожди, подожди, давайте так, давайте так, давайте так, давайте так, вас четверо, я здесь с вами один делал. Ну как у вас в Лондоне сколько, что в принципе нет? Подожди, вам диалог с вами был один я, вам удобно, конечно, пресс-конференцию вот эту устраивать и так далее, вот облегили камеру. Давайте не хором, давайте вот зададим вам вопрос, вам самим не стыдно это делать? Давайте, давайте не хором. Вообще не стыдно, в смысле, мне должно быть стыдно правонарушения посекать? Да вы не знаете, я пытаюсь разобраться. Вы что-то кричите, я в маску стою, я в маску стою, кричу. Мы нарушаем что-нибудь? Мы сейчас что-нибудь, вы не видите, у вас проблемы со зрением. Понимаете, что вы правила этикета согласились? Мы что-нибудь нарушаем сейчас? Подождите. Сейчас мы что-нибудь нарушаем? Сейчас. Конкретно вы сейчас, вот масочку бы надели правильно, потому что мы друг на другую. Скажите, мы сейчас нарушаем что-нибудь? Сейчас вы ничего не нарушаете. Скажите, зачем вы к нам подошли? В чем надо? Я к вам подошел, потому как. Потому что? У меня на руках имеется материал Куиска, я зарегистрированный 16-го. Вам известно, кто это люди? Вам люди известно? Я пытаюсь установить. А кто люди вам известно? Вот те люди, которые позвонили, они сказали, что те граждане, которые совершили правонарушение 16-го, находятся здесь. Я пытаюсь просто разобраться. Если вы не те, о ком говорится в сообщении, мы с вами разойдемся и все. И вы сможете дальше снимать меня. Так а зачем тогда вам фамилия, если люди не знают этих людей? Они нас не знают. То есть были люди какие-то? Вы превышаете полномочий сейчас на самом деле. Какие-то люди были же. Вы не знаете ничего, походите, видите. Вам сказали, что какие-то... Я могу что-то узнать, если вы отказываетесь... У заявителя, что мы заявили, что глава отмечения... Нам осталось минуту, да? Информы поэтисты, фотографии. Минуту нам осталось, правильно? Поэтисты, фотографии. Информационная система паспорт России называется. Вы собрали их, понимаете? Ни разу не видели. Ну скажите, вы у заявителя узнали, кого вы разыскиваете? У заявителя. Если вы не знаете его заявителя, то что нужно от нас вам? Давайте так. Ну, вы просто... Я к вам подошел. Вежливо представился. Представьте. Побеседуем. Я вам все объясню. Я не снимаю. Да нам не интересно. Нам не интересно. Роком соответствия законного полиции. Такое время. Обязательно. 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 Вы мне не объясните причины основания. У вас есть достаточно данных, которые указывают. Продолжение права нарушающих. Давайте, у вас вот здесь четверг. У вас есть достаточно данных, которые указывают на совершение мною правонарушения? Есть данные, указывающие о том, что было совершено. Фотографию покажите. Не перебивайте. Не перебивайте. Не перебивайте. Во-первых, я не знаю, кто увы. Это вы держите. Только я выйду. Пожалуйста. Не приближайте ко мне. Я выйду. Я вам еще раз говорю. Я выйду. Дайте людям пройти. Мы ваши личности остановим. И вы выберем. Основание. Пожалуйста, дистанцию. Вы кто? Дистанцию я представился. Вы мне не представлялись. Вам давайте, ради бога. Мне нетрудно это сделать. Старший участковый по снимать. Я вам это представляюсь. Смотрите, пожалуйста. Так, майор полиции. Яркин, Артем Андреевич. Так точно. Никто никого не присутствует. Что вам надо? Молодые люди, давайте разберем. Что вам надо? Молодые люди, давайте. Вам это меня что надо? Я меня ограничиваю этих передвижений или что? Я вашу личность обязан установить. На основании чего? Для полноты проверки материала КСП. Какой проверки? Пожалуйста, дистанцию. Пропустите меня, пожалуйста. Я выйду. Пока я вашу личность я не установлю, я никого никуда не выпускаю. То есть ограничиваете права и свободу уже? Можете воспринимать это так. Если вы отказываетесь представиться, представились бы, все, вопросов нет. Я пошел. Материал, что ли? Я пошел. Куда? Домой. Куда вы пошел? Домой. Домой я пошел. Я вам объясню. Установлю вашу личность, вы пойдете домой. Каким вы ее установите? Сейчас вы будете доставлены. На дороге, знаете, если вы едете, держите, пожалуйста, дистанцию. Не приближайте. Ничего не нарушайте, у вас не имеет права остановить. Хорошо? Я почему-то забудусь о вашем здоровье и держу дистанцию. В период эпидемии. Я дорогие от всех дорог. Меня можно не беспокоиться вообще. На дороге... Поэтому, господа, если вы... Правосударательные граждане, господа, дайте я вы... Подождите, вы правосударательные граждане, дайте я вы... Вы законные требования сотрудников полиции вообще... Как вы считаете, необходимо выполнить? Законные. 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 Да. Если они законные. Так вы же мы... Подождите, я... Вот вам основание предъявил. Вы на основании ничего? Я предъявил вам основание. В нем вообще ничего не потеряло. Материал УСП. УСП. С имеющимся в нем заявлением зарегистрировано. Что? Все, что от вас требуется, представится. Давайте. Все, дальше на стадии... Не вмешивайтесь, пожалуйста. Ну и в чем делаете? Ну я сейчас представлюсь. Представитесь? Ну яarti представлюсь и сейчас. В прям сейчас. Представляйтесь и ф都. Не будем дальше. Дмитрий Викторович малюхови.. Дмитрий Викторович малюхов… Инстойм. Дмитрий Викторовичuroхов… Я представился? Давайте отойдем, я запишу ваши данные, удостоверерюсь. Ради Бога идите. Алексей, все, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем Все вместе, все вместе Пойдем Алексей, пойдем Спор без русских Я дома, дети По поводу, кто-то, 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 кто-то Гражданин, все Откуда, вы знаете, вас явка и обяжут, и все Гражданин Жуковский В отношении у вас тоже имеется материал по УСП Вам предлагается взять ванную Вы не любите, мы за него увидим А я отказываюсь А чего вы отказывались? Кого-то, люди вообще, что вас брали Вы не что, хотите заразить, что ли? А что это? Мужчина Почему бы такими увидим это было не сложно Товарищ майор, вы только что сказали, что занимаются этим участком Что вам рады? Вот он пока собирал отмечку А он в этом рады, вы не ругаете Пойдемте Пойдемте, пойдемте, не надо ругань вот эту устраивать Есть кодекс Ладно А при чем здесь Михаил Евгений? Да, при том, что жить Вы в праве оказалось от участия в производстве на месте Скажите, что вам повестки присылали и все Да, присылайте повестки Кодекс предусматривает производство без участия лица Я не собираюсь Это фактично Ничего вас получать Для чего присылать? Для того, чтобы Вы стоите перед полном Для того, чтобы Держать и передавать Мы с вами визуально друг к другу общаемся Ну что вы отмечаете? Да Не подскажу Ничего Первое Так Смотрите За ней данные застан Вы напишите За все Вот Я вам предоставлю Не скажу За ней данные Я вам предоставлю Не заставлю Не заставлю Вы На фото Вы За первое Я сказал Постанавливать За первое Да Я не буду ничего писать Вообще Не У вас 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 Не 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 Давайте 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 У нас Ручка Автографическая Поплощей 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 Я вам представил Подождите Я информацию Вам заведу Не надо Не надо Я вас Уважаю Освободите меня Федора 24 числа Не надо Вы Понятно Вы Затем Вы Вы